Внутренние инструкции, наши правила, руководитель запрещает. Сегодня мы рассмотрим уловку, которая так и называется «Внутренние инструкции запрещают». В чем суть? Вы приходите в магазин, хотите вернуть товар, вернуть деньги, что-либо хотите, что вам позволяет закон о защите прав потребителей. И в этот момент магазин говорит, что он не может вам так сделать, потому что запрещает внутренние инструкции. Аргумент понятен, давайте его разберем. Во-первых, внутренние инструкции любого предприятия, магазина, устав, как это угодно называть правила, действуют только на его сотрудников. Понимаете? Они не действуют на вас. То есть, если внутренние инструкции запрещают сотруднику принять у вас претензию, например, то это проблемы магазина, это никак не связано с вами. Это значит, внутренние инструкции нарушают федеральный закон. А это не касается вас. Это не значит, что вы не можете отдать претензию. Правила магазина, их инструкции, устав не действуют на вас, они действуют на сотрудников. Вы в своих правах полностью, полноценно можете прийти и отдать претензию. Дальше. Теперь сами инструкции. Внутренние инструкции, устав, правила имеют самую низшую юридическую силу. Вот прям самую низшую. Они вообще, по сути, не имеют никакой юридической силы. С другой стороны, у нас в противовес есть федеральный закон, который имеет очень высокую юридическую силу. Вы же в приоритете юридической силы только Конституция. Если любая происходит нестыковка между правилами, которые имеют нулевую юридическую силу, и федеральным законом, который имеет высокую юридическую силу, то те правила начинают не действовать, а действует федеральный закон. Другими словами, если, например, и также относится к постановлениям правительства, указам и подобное, если у нас постановление правительства о правилах торговли обязует магазин принять претензию, то внутренняя инструкция, которая запрещает сотруднику принимать инструкцию, не действует. Окей, все, мы это поняли с точки зрения закона. Теперь перейдем на практики. Вы пришли в магазин, и вам, соответственно, отказывают, потому что говорят, что внутренняя инструкция не разрешает, начальник не позволяет, созвонитесь с руководством, это в главный офис, все вот эти фразы. Вас это никак не касается. Вы отдаете претензию. Тут два сценария. Если вы пришли возвращать товар, и вам отказывают, ссылаясь на внутренние инструкции, вы больше ни с чем в магазин, кроме претензии, не идете. Вы не спорите, не аргументируете. Все, вас один раз отказали, один раз развернули. Дальше только с претензией. Это золотое правило. Но есть даже такой сценарий, что по внутренним инструкциям у вас не забирают претензию. Я сам лично видел своими глазами ситуацию, когда человек принес претензию, а ему говорят, а у нас претензию можно принимать, говорит сотрудник магазина, только вместе с заявлением на экспертизу. А человек-то им грамотный попался и говорит, получается, вы хотите сказать, что у вас, в общем, есть взаимосвязь, что вы должны принять претензию только если я напишу заявление на экспертизу. А я не хочу обуславливать одно действие вторым, потому что законы защиты прав потребителей запрещают вообще такие схемы. На что человек говорит? Покупатель говорит. Он продавец в смысле магазина говорит. Я ничего не знаю, позвоните в главный филиал, у нас вот есть внутренняя инструкция, она запрещает принимать претензию без заявления на экспертизу. На что человек говорит? Я требую, чтобы вы мне сейчас на камеру четко сказали, что вы отказываетесь в претензии. И вот здесь уже человек поступает не совсем грамотно. Почему? Потому что, хотя по закону он абсолютно верно мыслит и даже требования выдвигает верный, он начал выходить из себя. Начинается эскалация конфликта. Он начинает повышать голос, требовать. Так это не работает. Запомните, вы приносите претензии в магазин так же, как товар. Один раз. Если у вас ее отказались принять, вы можете сказать, повторите это на видео. А человек, кстати, в той ситуации так и сказал. Он сказал, повторите на видео, что вы отказываетесь. А ему сотрудник говорит. Да, я не отказываюсь, но я не могу принять. Ну, это по сути то же самое. Все. Вы это за видео фиксировали, за видео документировали в Роспотребнадзор. И магазину будет очень плохо. Больше ничего не надо было делать. Но человек остался еще 3 минуты, требовал, ругался, выяснял отношения. Да, изначально действовал грамотно, потом скатился до неграмотной, неэффективной тактики. Что нужно делать по закону? Если у вас все-таки, вопреки даже видеокамере и всем аспектам, отказались принять претензии, то, во-первых, пишем жалобы в Роспотребнадзор и прикладываем это видео. Они придут, проверят и будет очень плохо магазину. Это первое. А второе. Мы пишем письмо. Заказное письмо Почты России. И отметка сотрудника Почты России о том, что он видел, да, это претензия, да, в такой-то магазин, принимаю письмо с описью вложения, будет являться доказательством для суда. Только оно, скорее всего, не потребуется, потому что все магазины это знают. Если вы написали претензию с описью и все сделали грамотно, то вам просто тупо вернут деньги. Вот и все. Сегодня мы разобрали такой важный аспект, как... Какой? Аспект под названием ссылка на руководителя, наши внутренние инструкции, наши внутренние правила, и вы на него больше не будете никогда вестись. Это относится, кстати, не только к закону защиты прав потребителей, но и вообще ко всем аспектам доведем это до тупости. Вы пришли и курите, курить вредно, на крыльце у вуза. К вам подходит охранник, говорит, у нас за курение на крыльце штраф 3000 рублей. Пойдемте оплачивать штраф. И берет вас за руку. Что вы можете ему возразить? А, и показывает инструкцию, где реально написано. Устав университета такого-то, курение на крыльце 3000 рублей. Вы ему должны возразить, что с вас деньги может взять только суд, во-первых. Во-вторых, самое важное, внутренние инструкции вуза действуют только на его участников, кто принимал договор с вузом, подписывал там на студентов, на педагогов и так далее. Если вы просто на крыльце решили покурить, то на вас не действуют внутренние инструкции вуза. Курить это очень вредно. И, кстати, такое нарушение может попасть под другую статью, а именно курение в общественных местах. Но все же именно правила вуза с их штрафами на вас не действуют. То есть никакие внутренние инструкции не действуют ни на кого, кроме участников этого предприятия. Запомнили. И курить не надо. И если это видео вам было полезно, то номер карты в описании. Всегда можно поддержать канал. Отблагодарить меня небольшим донатом. 30, 50, 70 рублей. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Спасибо.